Доброе утро! Вы меня узнаёте? Смотрите, лайфхак. Пэц на глаза. 20 минут на глаза, 20 минут на усы. Во! Расскажите, мои хорошие, пожалуйста, мне, что вы делаете против улиток? Ужас! Сегодня пошла на улицу и собрала, наверное, я не знаю, ну штук 30 точно. Кинула их, конечно, я в рестмюль, пускай они рестмюлем питаются. Задолбали! У нас ещё ручьёк сбоку дома протекает. Ну и, видимо, вот они там очень хорошо размножаются. Ну, не знаю, вот что делать и как быть. А, снимаю. Я думала, что они снимают, что ли, и всё напрасно рассказала. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь приступлю к моему завтраку. И, как говорит моя сестра, листики не отрезаем. Клубничка, кстати, из нашего огорода. Натуральный йогурт 3,5%, так как 1%, ну мне вообще невкусно. Очень люблю бирхер-мюсли. В нём находятся всякие разные ингредиенты. Я могу назвать их на немецком, потому что, ну, на русском сейчас никак. Или просто покажу вот так вот в камеру, смотрите. Делайте скриншот и читайте. И никак нельзя забыть, один стакан всегда перед едой. Я блилась. Сейчас ещё сделаю себе кофейку и пойдём. Это мой зимний сад. Вот так он выглядит. У нас сломались жалюзы или как... Как на них ещё сказать можно? Поэтому вот такая вот у нас стоит штучка. Ну, сейчас попью кофе. Ты иди. И что будем делать? Соберусь и по делам поеду. Да? Ну вот, мы позавтракали. Ну, я позавтракала. Ну, приступим убирать вещи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Готово. Теперь ещё собрать документы и отвезти к переводчику. Ну, если у кого-то есть вопросы, которые связаны с генконсульством, я могу, может быть, на какую-либо тему дать ответ. Например, загранпаспорт российский делать, ну, на ребёнка, на себя. Какие документы для этого понадобятся? Ну, этап прошла этот я, моя сестра. Ну, моя сестра, это было уже, ну, давненько, и у неё было, как бы, всё это, как бы, всё долго длилось, потому что ребёнку уже было 14 лет, и поэтому, мне кажется, она от этого всего стресса всё позабыла. У меня это всё вот сейчас, недавно произошло. Вот, так что, если что, обращайтесь в комментариях, я смогу вам помочь, или сделаю отдельный влог, например, и отвечу на все ваши вопросы. Вот такие у нас вот вокруг поля, очень всё зелено, очень много леса. Простите, конечно, что вот снизу видно вот эту вот штучку, липучку на стекле, но никак по-другому не могу вам показать. Конечно, камерой не передать. Такие облачки красивые. Ну, сейчас поверну направо, и километр от этого леса я живу. Можно сказать, что я живу в лесу. Ах! Всё, начинаются домики. Мы приехали почти домой. Я запыхалась, мне очень жарко. Поменяла у кутят как бы ихние пелёночки, там уже всё начало пахнуть. Вот. И решила вам показать, как я делаю еду с собаком и кутятом. Кутятам. у меня сейчас кушают третий день. И понадобится просто сухой корм именно для щенят. Я его заливаю кипятком, потом я размельчиваю это вилочкой, и она получается как кашица. потом вот я её туда высыпаю, и они могут кушать. Как это будет выглядеть в конце я вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, чтобы вы понимали, да, это один раз в день для пса, и всё, больше он ничего не получает, а это уже для суки, и ещё сюда пойдёт жир, говяжий жир, вот так, в форме пульвера. специально для того, чтобы сука набрала вес. на данный момент у них идёт как сказать, профилактика панакур, это от всяких паразитов, всяких червей, там не знаю, что там может быть в организме собаки, и конечно же для щеки. Вот, сейчас положу таблеточки и дам собакам покушать. Так как мой пёсик куплен когда ему было уже полтора года, он весь избалованный, ну, или скорее всего с ним не очень хорошо обращались в бывшей семье, там были дети, я думаю, что они как бы издевались над ним маленько, потому что ну, никакого респекта у него тоже нету перед человеком, и поэтому я ну, скажем так, воспитываю его, и уже как год воспитываю, конечно, есть уже какие-то положительные изменения, но всё же я сейчас вам покажу, как я ему даю еду, чтобы у него был респект и уважуха. Ну, кто пойдёт кушать? Пойдём, Тедди. Тедди пойдёт сейчас кушать. Он уже бежит. Я делаю это так. Сидеть! Сидеть! Пока он не сядет, еды не получит. Молодец! Сидеть! Можно! кто заметил на заднем плане у меня там гладилка стояла, всё не очень так убрано, ну, как всегда у каждой семьи в дома, в дома, дома не очень всегда идеальный порядок, я живой человек, ну, так бывает, стоит гладилка у меня, гости к нам пока не приходят, поэтому она просто там стоит, размельчу я тогда рис с миском вот так перемешать сделаю как-то по влоски вот, но получается рис с рисом, как-то с рисом, на самом шуме с рисом, на чехоле не могло, да? отнесу я сейчас это покушать, так как она хорошо меня слушается, я вот такие дела как с моим псом не делаю, я просто ставлю ей еду и она подходит и ест. Ну, вот так это все выглядит, пойдем отнесем к утятам, ну, вот они уже голодненькие что ты там делаешь? в туалет что ли идешь? что-то нас горбилось так давайте погнали идемте кушать, кушать, кушать Боня не ты точно сходила в туалет надо быстро убрать вот так мы все вместе и кушаем мои звездочки все девочки вот кроме впереди синенького день мальчик Бонни ты что ты что а ты что не ешь иди кушай твоя порция стоит что кушать не хочешь кушать не хочешь ты не хочешь кушать ты моя девочка пойдем кушать пойдем так делают собаки когда ну респект у них большой они ложатся на спину и були були хвостиком да да ну что ты не кушаешь ну давай золотушкина моя ну ничего поест сейчас поест да сейчас поест а потом пойдешь кутят кормить ну поить запивать молоком вот что-то мне это состояние вообще не нравится то одна пищит ходит то никак не могут успокоиться мне кажется может быть она чуть-чуть голодная и маму зовет короче я намешала и молоко ну специальное молоко для кутят вода пульвер ну как вот такая вот маленькая бутылочка это вот маленькая милу вот она такая маленькая такая красивая да милу 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 милу